Многим из вас наверняка знакома в тех или иных вариантах фраза «У нас нет военнопленных, есть только предатели Родины, приписываемые Сталину». Нередко ее можно было встретить в публикациях, особенно постсоветского периода, и даже прочесть в воспоминаниях бывших военнопленных, которые после возвращения из плена никаким репрессиям не подвергались. К примеру, Чудновский Самуил Яковлевич, прошедший ужасы немецких концлагерей, в Норвегии свой рассказ о тех временах озаглавил «Подвиг изменников Родины». Слово «изменники» он взял в кавычки. В своем рассказе он пишет «Советские солдаты, попавшие в плен, оказались вне защиты существующих правовых норм. «У нас нет военнопленных, есть только изменники Родины», заявил верховный главнокомандующий Сталин. Это явилось одной из причин гибели миллионов советских солдат, оказавшихся волею судьбы в фашистском плену, а затем и в советских гулагах. Кстати, сам Самуил Яковлевич после войны благополучно прошел проверку, репрессиям не подвергался, работал оператором, а затем начальником геофизических отрядов и партий. В предисловии книги «Брестская крепость» Сергея Сергеевича Смирнова, издания 2000 года, его сын Константин Сергеевич пишет «Военная доктрина коммунистов, готовивших население к войне с американцами, никак не сходилась с основным нравственным содержанием Брестской эпопеи, необходимостью реабилитации пленных». Так что крылатая фраза Джугашвили «У нас нет пленных, есть предатели и изменники», по-прежнему в конце 80-х была на вооружение партапарата. Ознакомившись с подобными высказываниями, складывается впечатление, что после фильтрационных лагерей, проверявших военнопленных, оказавшихся в немецком плену, едва ли не все поголовно, прямиком отправлялись в советские лагеря. Сейчас доступно множество документов того времени, опровергающие это. Хорошо этот вопрос раскрыт в книге «Сталин и народ историка» Виктора Земскова, считающегося, кстати, антисталинистом. При этом Земсков оказался порядочным человеком и в своей работе оперировал только фактами. Стоит признать, что действительно нередки были случаи, когда человек, достойно прошедший немецкий плен, подвергался репрессиям. А многие из тех, кто благополучно прошел проверку, в повседневной жизни продолжали подвергаться явной или завуалированной дискриминации, в частности, при выборе работы, при выдвижении на руководящей должности, при приеме в партию и комсомол, при поступлении в высшие учебные заведения. Военнопленные не считались участниками войны, за исключением тех, кто после освобождения из плена, будучи мобилизованным в Красную Армию, на заключительном этапе войны участвовал в боевых действиях на фронте. При этом в течение 1944-1948 годов правительством СССР были приняты 67 постановлений, которыми обеспечивались права репатриантов как граждан СССР, из них 14 о льготах и материальном обеспечении. К примеру, в постановлении Совета Министров СССР о пенсиях бывшим военнослужащим и их семьям от 9 июля 1946 года первым пунктом идет. Установить, что бывшие военнослужащие и бывшие партизаны Отечественной войны, ставшие инвалидами после увольнения с военной службы или из партизанских отрядов, обеспечиваются пенсией по инвалидности наравне с военнослужащими. Если врачебно-трудовой экспертной комиссией будет признано, что инвалидность является следствием, а ранений, контузий или увечий, полученных в боях при защите СССР или при исполнении иных обязанностей военной службы или заболеваний на фронте, а равно ранений, контузий, увечий или заболеваний в период пребывания в плену. То есть бывшие военнопленные, получившие увечья или заболевания в период пребывания в плену обеспечивались пенсиями наравне с другими. 4 августа 1945 года Оргбюро ЦК ВКПБ приняло постановление об организации политико-просветительной работы с репатриированными советскими гражданами, которым указывалось, отдельные партийные и советские работники встали на путь огульного недоверия к репатриируемым советским гражданам. Надо помнить, что возвратившиеся советские граждане вновь обрели все права советских граждан и должны быть привлечены к активному участию в трудовой и общественно-политической жизни. В июне 1956 года Георгий Константинович Жуков представил в ЦК КПСС записку, в которой указывалось, что значительное количество советских военнослужащих попали в плен противнику, но сохранили верность родине. Вопреки законодательству в отношении военнопленных окруженцев были допущены грубейшие нарушения советской законности, массовый произвол. Немаловажным фактором морального давления на тех, кто побывал в плену, являлось отношение к ним обычных граждан, особенно тех, кто потерял в той войне родных и близких. Их мало интересовало, при каких обстоятельствах и по какой причине человек оказался в плену. Они искренне считали вопиющей несправедливостью, что в то время, как их братья, мужья, сыновья гибли на полях сражений, кто-то, как они считали, отсиживался в немецком плену. Так говорил ли Сталин о том, что у нас нет военнопленных, а есть только предателей? Попытки найти какие-то документальные подтверждения тому дали нулевой результат. Так все же, откуда появилось это выражение? Моё имя Артур фон Кристман. Я представляю Международный Красный Крест. Вот сообщение швейцарских газет. Делегация Красного Креста отправилась в Швейцарии в Москву, чтобы обсудить с советскими властями миропомощь и русским военнопленным. С большим трудом делегация добила встречи со Сталином. Он выслушал представителей швейцарского Красного Креста и ответил, у нас нет военнопленных, у нас есть только предатели. Теперь вы знаете, что вас ждет на родной земле. Кто-то скажет, это же художественный фильм. И все же этот эпизод близок к истине. При вербовке в различные подразделения коллаборационистов военнопленные подвергались усиленной идеологической обработке со стороны нацистской пропаганды. Во Власовской газетке «Заря» от 20 августа 1944 года в заметке «Они несут смерть», говорится. «У нас нет военнопленных, у нас есть изменники Руднины». Так определил Сталин свое отношение к попадающим в германский плен красноармейцам. Эту фразу главы большевизма советская пресса мало пропагандирует. В своей книге «Родина и чужбина» Иван Твардовский, попавший в плен в июле 1941 года, описывая период первой половины 1942 года, пишет. «Дошли до пленных и слухи о том, что у нас нет пленных, есть предатели и изменники. Куда же яснее, значит нет нам возврата на родину, или из плена в плен, чтобы стать лагерной пылью. И мысли такие преследовали меня постоянно, как больного». Кстати, Иван Твардовский является братом Александра Твардовского, автора знаменитой поэмы «Басилий Теркин». После плена он вернулся в Советский Союз лишь в 1946 году, хотя имел возможность сделать это еще в конце 1944 года. В мае 1947 года он был приговорен к 10 годам исправительных трудовых лагерей по статье 58 пункт 1б «Нарушение воинской присяги», что в общем-то соответствует действительности. Вышел на свободу в мае 1952 года. Итак, нет ни единого источника об истории возникновения этой цитаты. С высокой долей вероятности можно лишь предположить, что она родилась в недрах Министерства пропаганды Третьего Рейха. Возможно, это произошло после выхода приказа Ставки Верховного Главнокомандования Красной Армии за номером 270 от 16 августа 1941 года об ответственности военнослужащих за сдачу в плен и оставление врагу оружия. В нем говорилось, что командиров и политработников, во время боя срывающих с себя знаки различия и дезертирующих в тыл или сдающихся в плен врагу, считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту, как семьи, нарушивших присягу и предавших свою родину дезертиров. А семьи, сдавшихся в плен красноармейцев, лишать государственного пособия и помощи. Тех, кто вместо организации отпора врагу предпочтут сдаться в плен, уничтожать всеми средствами, как наземными, так и воздушными. Суровый приказ в соответствии времени. А действительно ли, согласно этому приказу, семьи всех попавших в плен лишались и так мизерных пособий? Да нет, обычные командиры, в большинстве своем, о попавших в плен подавали сведения, как о пропавших без вести. Согласно отчетам, за годы войны, как сдавшиеся в плен записаны от силы всего лишь 100 тысяч человек. При этом было бы наивным считать, что руководство страны не знало о сложившейся ситуации, но в извещениях, которые направлялись жене, писалось, что ваш муж, верный присяге, воинскому долгу и социалистической родине пропал в безвести тогда-то и тогда-то, там-то и там-то. А снизу написано, что в соответствии с приказом наркома обороны эта справка является основанием для возбуждения ходатайства о выплате пособия семье. Так что утверждение, что семьи всех военнослужащих, попавших в плен лишались государственного пособия, существенно преувеличено. Вопреки распространенному убеждению, в политике руководства СССР не существовало отождествления понятия пленные и предатели. Фраза, приписываемая Сталину, «У нас нет военнопленных, у нас есть изменники Родины», широко использовалась при работе с советскими военнопленными нацистской пропагандой. А по окончании войны эта риторика начала активно применяться западными союзниками. Активисты-невозвращенцы и западные пропагандистские службы утверждали, что вернувшихся в СССР бывших пленных и остарбайтеров чуть ли не поголовно репрессируют. Чтобы окончательно отбить у советских перемещенных граждан саму мысль о возможности возвращения на родину, им вдалбливали в голову, что в СССР их якобы всех считают военными преступниками. Фразу о военнопленных и предателях можно найти в работах различных англоязычных историков, которые посвящены личности Сталина, и вновь, как всегда, ссылок на какие-либо достоверные источники сделано не было. В постсоветский период, когда стало модным обличать режим тирана Сталина, нередко эта фраза как аксиома стала появляться во многих публикациях. Вот и в материалах комиссии по реабилитации жертв политических репрессий, возглавляемой одним из идеологов перестройки Яковлевым, один из разделов так и озаглавлен. Сталин, двоеточие, в Красной Армии нет военнопленных, есть только предатели и изменники родины. То есть комиссия возвела цитату немецкой пропаганды в истину, а ведь в ней работали ученые мужи. Хотя стоит ли этому удивляться? Без сомнения, необходимо было восстановить справедливость в отношении лиц, которые были репрессированы незаконно. Вот только насколько объективно в 90-х годах проходила реабилитация, это вопрос вопросов. Не секрет, нередко она делалась в угоду и с оглядкой на западных партнеров. Дело дошло до того, что в 1996 году военной прокуратурой России был реабилитирован как политический заключенный генерал-лейтенант гитлеровской армии Гельмут фон Пановец, основатель казачьей дивизии СС и в 1947 году казненный по приговору советского суда. Только в 2001 году, после выступления в печати, главная военная прокуратура спешно отменила реабилитацию гитлеровского генерала-карателя и признала ее ошибочной. И это были не единичные моменты, когда отменялись реабилитации. Пожалуй, на этом можно и заканчивать. В заключении скажу лишь то, что никем из адептов очернения роли Сталина в истории нашей страны не доказано, что верховный главнокомандующий где-то и когда-то произносил эту фразу. Но они продолжают повторять это вновь и вновь, считая и в общем-то обоснованно, что многие примут эту фразу за истину. В связи с этим вспоминается изречение, приписываемое министру пропаганды нацистской Германии Йозефу Геббельсу. Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят. Но даже если Геббельс и не произносил эту фразу, суть ее от этого не меняется. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok